Итак, наша сегодняшняя тема – компьютерные программы в дизайнерской работе. Какие для чего нужны? Ну, понятно, что вопрос очень большой, очень сложный. Я уж старался его, когда придумал название для этого вебинара, как-то так покомпактнее сделать. Надеюсь, что, в общем, понятно, о чем идет речь. О том, что, ну, действительно, есть огромное количество направлений в дизайне, и для каждого нужны свои какие-то программы. Да, типичнейшие вопросы, которые возникают на занятиях – это, что мне нужно изучить, да, вот чтобы я там мог заниматься тем-то. И это первый вопрос. А второй – до какой степени я должен все изучить? Потому что вот есть тут много курсов, надо, не надо. Ну, вот чтобы как-то вот эту, прежде всего, проблему решить, да, обсудить, я решил придумать этот вебинар как вот ответ на такой, действительно, очень часто возникающий вопрос. Однозначного ответа, конечно, на него нет, естественно, да, потому что мы же с вами понимаем, что программа очень много, и все дело не исчерпывается там одной-двумя. Хотя на начальном этапе бывает такое представление, да, что вот надо изучить то ли фотошоп, то ли иллюстратор, и дальше уже, так сказать, все миры открыты. На самом деле совсем, конечно, не так, хотя это важно, безусловно, программа. Ну, в общем, чтобы с этим как-то немножко сориентироваться, вот мы с вами сейчас и все это обсудим. Ну, во-первых, у меня есть такой начальный вопрос, который для многих, то есть у меня есть такой ответ, который отвечает на такой вопрос, который многие вольно или не вольно задают. Конечно, речь идет, прежде всего, о людях очень, так сказать, начинающих, вступающих в область дизайна. Есть такой вопрос, что такое растр играет, что такое вектор играет, чем фотошоп там отличается от иллюстратора, что в первую очередь изучать, скажем так, да. И еще есть такой очень занятный вопрос, люди, которые, например, никогда не изучали иллюстратора, они спрашивают, это сложно. Ну, понятный вполне вопрос, да, или фотошоп, который изучает, но разбирается в иллюстраторе, спрашивает, а это вообще, как это можно? Мне говорили, что, и вот начинаются дальше какие-то эти вот истории. Поэтому, чтобы было понятно, что чем является, я решил поступить просто, да, я решил открыть по очереди фотошоп иллюстратора, показать буквально пару характерных приемчиков того, что в них можно делать, чем эти программы характеризуются. Но для справки, для тех, кто вообще никогда с подобного рода проблем не сталкивался, могу сказать, да, что действительно существует два принципиальных способа получения изображения в компьютерной графике. Это фотошоп, то есть фотошоп-инлюстратор, это растровые векторные графики, да, и для работы с ними существуют, собственно, две, как считается, основные программы. Это действительно два разных совершенно способа получения изображения, и в разных ситуациях они нужны оба в разной степени. Пока я что-нибудь открываю в фотошопе, я, как честный человек, скажу пару слов о себе, потому что я думаю, это тоже правильно. Меня зовут, моя фамилия Красновский, имя мое, дмитрий, отчество мое, Валерьевич. Я здесь в фотошопе, что такое-то, у меня сегодня есть какой-то сплошной фотошоп. Я здесь в специалисте преподаю разные курсы, связанные с рисунком, с дизайном, с графикой, с чем еще там, с жилписью, с видеосъемкой, ну, в общем, много всего-то разного. Это все можно узнать на сайте специалиста. Пока, вот я, собственно, открою какую-нибудь картиночку, которая была сделана, вот, и вот мы, собственно, сразу можем обсудить, что такое растровая графика. Вот картинка, которая выглядит внешне очень симпатично, согласитесь, да, это, конечно, трехмерная графика. Да, те, кто в этом разбирается, ориентируется, не понимают, то есть можно догадаться. Хотя это очень высокого качества трехмерная графика, такая фотореалистичная практически. Да, у нас, естественно, есть курсы, которые и вот этим всем занимаются. Но в данном случае мы говорим о растровой графике, то есть о природе вот этого прямоугольного, скажем так, изображения, которое перед нами расположено. Если мы к нему начнем приближаться с помощью простейших, кстати, инструментов просмотра, да, мы рано или поздно уткнемся вот в такую вот вещь, да. Вот это вот, собственно, растр, вот эти вот квадратики, которые мы с вами наблюдаем, это растровая сетка, это пиксель, из которых состоит любое растровое изображение. И вот сразу хочу обратить внимание ваше вот на что, что растр при всех своих вот этих неудобствах, да, это чрезвычайно распространенная вещь. Изображение на мониторе, по большому счету, оно растровое, а неизбежно, да. Если вы занимаетесь, не собираетесь заниматься, не планируете заниматься цифровой фотографией, вы будете, или обработкой, скажем, цифровой фотографии, вы будете связаны с растровым изображением, неизбежно, да. То есть все, что носит вот такой вот очень характерный, да, такой полноцветный вид полтоновый, это все, конечно, растровое изображение. В этом смысле нет возможности заменить чем-либо эту графику, потому что любые другие способы, да, они не создадут вот такого многообразия цветов, тонок, видите. То есть вся вот эта вот сложная структура изображения получена именно за счет этих вот отдельных точек. Это растровое изображение, растровая техника. Соответственно, в дальнейшем, когда я буду говорить тому о том, что есть растровая программа, мы с вами должны понимать, о чем идет речь, да. Очевидные плюсы, связанные с невероятной вот этой вот, так сказать, цветистостью, да, и очевидные минусы, связанные с пределами вот этого самого разрешения, так называемого, да, то есть увеличения картинки. Это вот что касается растровой графики. Теперь что касается векторной графики. Векторная графика лишена, с одной стороны, я создам новую какую-нибудь картинку, лишена этих недостатков, связанных с таким сильными дефектами, да, я имею в виду преувеличение. Вот, собственно, технология получения векторного изображения. Вот сейчас, вот если вы присмотритесь, если кто-никто никогда этого не видел, да, если вы присмотритесь, вы увидите, что вот возникает вот эта вот некая черная линия. Если вы хорошо учились в школе по физике, то вы должны помнить, что такое вот эти вот самые векторы, да, это вот эти вот, собственно, видите, такие линии, к которым как бы прирастают такие вот узелочки. Правда, если за них потом тянуть, да, то у нас будет получаться такая сложная, произвольная форма некоторая кривая, да. Вот это вот, собственно, и есть векторный график. То есть у нас есть инструменты для модификации всех этих узлов. Это в чем прелесть. Потому что любую кривую можно вот так вот произвольно, да, поменять ей направление, задать новую траекторию. То есть это все очень легко редактируемо, вот что невероятно удобно. И кроме того, совершенно потрясающее удобство, да, таких форм заключено. Вот в чем я могу к ним сейчас даже покрашивать, да, чтобы было повеселее. Вот видите, легко закрашивать, легко получать вот такую вот поверхность. И главное удобство, это вот в чем заключено. Пытаясь приблизиться к такой кривой, как бы я это ни пытался сделать, я не увижу пикселов. Правда? Потому что их здесь нет, собственно. Согласны со мной, те, кто знаком с векторной графикой, они понимают, о чем вы говорите, да. В векторной графике нету... Да, заходите присаживайтесь. То есть в векторной графике нету вот этой, собственно, проблемы предела разрешения, да. В ней нету пикселов. Вот, со мной согласна Александра, в частности. Вот, это правда. Потому что, ну, это действительно очень важное ее свойство. Отсюда у нас с вами возникает сразу вот на начальном этапе, да, на начальном вот уровне, так сказать, осмысления этой проблематики представление о том, что простровая графика, как я уже сказал, хороша для фотореалистичных полутоновых изображений, и векторная графика хороша для неполноцветных изображений, но которые должны масштабироваться, да. А между тем это совершенно две разные области. Иллюстрация в журнал, да, она должна быть полноцветной, ну, такая фотореалистичная или обложка книги, но она не масштабируется, да. Когда вы изначально знаете размеры вашей книги, вы изначально делаете ее такого размера, какой вам нужно. Вам нет нужды делать запас качества. А вот представьте, что вам нужно сделать, например, логотип для фирмы, да, который неизвестно когда и где будет напечатан. Он может быть напечатан, скажем, на широкоформатном плоттере, да, размером там метр на полтора, а может быть напечатан на визитке размером 5 миллиметров по высоте. Соответственно, чтобы его легко без потерь качества масштабировать, нужна векторная графика. То есть, иными словами, те, кто занимается, например, фирменным стилем, да, и всякого рода наружной рекламы, вообще рекламы в самом широком смысле, конечно, им это очень полезно и очень удобно, да. Вот видите, в чем прелесть в том, что я могу эту картинку хоть вот так вот уменьшить, да, хоть увеличить до бесконечности. То есть никаких точек, да, и вот этих самых неправильных, неудобных для рассматривания узлов мы никогда не увидим. Да, все у нас всегда будет предельно вот этого качества. Ну вот, это, кстати, рекбез такой, да, что называется просто для понимания. Для справки скажу, опять же, для тех, кто в этом не очень разбирается, что я сначала показывал растровую графику в фотошопе, а сейчас я нахожусь в иллюстраторе, да, программе, которая, собственно, предназначена для, прежде всего, растровой графики. Ну, конечно, жизнь, на самом деле, конечно же, сложнее, чем деление на эти две программы, да, на деление на эти два вида графики. Давайте рассмотрим несколько картинок теперь. Самое время настало порассматривать картинки. Вот у меня есть такая папочка, которую я сделал, которая называется вектор и растр, и в нее я сложил разные картинки, которые сделаны в разных программах с разной, так сказать, целью, да. Это я просто к тому, что, ну, те, кто, вот опять же, занимается графикой, у них глаз, что называется, наметан, да, и они видят какие-то характерные особенности. Соответственно, для того, чтобы все мы с вами, независимо от нашей опытности, могли визуально различать векторную растровую графику, я там хотел показать эти картинки. Вот картинка. Очевидно, что она сделана в векторах, правда? Это векторная графика, очень характерная. То есть вот это, кстати, ограниченное количество цветов, эти очень мягкие, плавные градиенты, да, переходы цветов, эти четкие, абсолютно ясные какие формы, они предполагают, что это по всей видимости, да, в большей степени сделано в векторных программах. Ради справедливости, чтобы было понятно, отмечу, что вот сейчас мы эту картинку с вами видим в растровом естественном виде, правда? То есть эта картинка сохраняла в формате JPEG, а JPEG – это растровый формат. То есть чтобы вот у начинающих не было путаницы, это было сделано в векторной программе, по всей видимости, да, так можно предположить, но потом экспортировано, да, то есть в конечном итоге отправлено в этот растровый формат. И так можно и делать, да, естественно, это нормально. Мы все для удобства сейчас рассматриваем в растровом виде. Вот обложка книжки. Обложка книжки всегда я положил, потому что мы здесь с вами видим и фактически растровое изображение, да, к которым относится вот эта вот чернильница, да, вот с этими стенями замечательными, вот эта вот форма и векторные элементы. Дело в том, что шрифты по определению, они являются векторными, да, сохраняются на компьютере векторной формой. Соответственно, все, что используют вот подобного рода наборные фрагменты, это, значит, векторная графика. То есть я к тому, что, видите, в большом количестве случаев растровая и векторная, она плавненько перетекает. Это векторная графика, достаточно характерная, да. Это псевдо-растровая графика, то есть на самом деле это сделано в фотошопе. Это действительно растровая графика, я имею в виду, что она псевдо, потому что какие-то элементы здесь вполне могли быть сделаны и в том же иллюстраторе, да, например, в котором можно имитировать эту самую растровую графику. Но, безусловно, это сделано компьютере, это не от руки сделана работа. Это такая типичная векторная графика. Вот еще раз обращаю ваше внимание, что, видите, чем они так чисто визуально отличаются друг от друга. Растровая, она такая более полтоновая, мягкая в целом, да, векторная, она имеет более ясные четкие контуры, да, и меньшее количество цветов. Это векторная графика, да, это растровая графика, конечно, в значительной мере. Но еще раз обращаю ваше внимание, график, потому что растровая, вот это все, да, растровые такие спецэффекты. Но шрифты, да, например, они всегда практически делаются в векторной форме. Дело в том, что в Photoshop можно, естественно, загружать некоторые векторные элементы, и в иллюстратор, как в программу векторной графики, естественно, можно помещать и растровые элементы. Вот здесь вот, собственно, возникает вот эта вот очень серьезная проблема, да, что ответ на этот вот вопрос, когда меня спрашивают, что нужно изучить для полного участия, либо в Photoshop, либо в иллюстратор, я как-то пытаюсь найти какой-то компромиссный ответ, чтобы человек не очень, так сказать, шокировать, но, в общем, практика показывает, что нужно и то, и то знать, куда же без этого, да. Можно, конечно, ограничиться Photoshop и теми маленькими возможностями, которые есть в нем для работы с векторами. Потому что вот здесь, смотри, здесь вот есть пёрышка, видите, в принципе, вот, видите, даже узнаваемые движения, согласитесь, да, можно сделать. В Photoshop можно сделать какие-то там растровые элементы, это правда, то, извините, векторные элементы для каких-то своих целей. Но этого недостаточно. Если вы хотите полноценно работать с оформительскими работами, да, в области, там, какой-нибудь рекламы, в области, креативно интересного, в области проектирования, вам этого будет точно совершенно недостаточно, да. Ну, это характерная векторная графика, да, опять же, я думаю, уже сейчас понятно, о чём идет речь. Это, конечно, векторная тоже, да, такая характерная. Вот это вот бывшая растровая графика, которая трассирована, вот обратите на это внимание, это просто крик моей души. Многие начинающие дизайнеры, кто овладел программой иллюстратор, они изучили такую функцию, которая называется трассировка, да, когда берёшь растровую картиночку, её превращаешь в векторную, как бы масштабируемую. И одно из прекрасных открытий, вот, вот, ей-богу, вот, вспомните, кто вот из присутствующих знает иллюстратор, да, и кто вот этого избежал, искушения. Я думаю, что никто, да, однажды загружаешь растровую картинку, то есть ты думаешь, вау, такое круто, сейчас покажу, заказчик, они обалдеют, это будет круто, да. И я сам так в своё время когда-то делал, потом я узнал, что так все делают, в общем, это не так. А потом, когда стал встречать эти эффекты, да, то вижу, что, ну, в общем-то, такая ученическая, в общем, такая, да, несовершенная, прямо, скажем, техника. Вот, но тем не менее, вот такой приёмчик есть, да, когда мы берём растровую картинку и её вот таким вот образом преобразуем в векторную. Видите, чем она отличается, да, вот эти локальные заливки, вот эти, собственно, характерные формы. Вот, это вот графика, конечно, векторная по своей природе, да, ну и так далее. Вот замечательная, здесь я просто не мог отказать удовольствия, вставить сюда скриншот из одной программы, которая называется Painter. Painter – это программа, которая имитирует живописные техники, да, в ней даже вот если присмотреться, в её меню, там отсутствуют, знаете, какие-то характерные инструменты, такие вот, как, ну, собственно, вот здесь, да, которые представлены, или вот посмотрите, например, там в том же Photoshop, видите, здесь инструментарий такой, ну, характерный, да, для компьютерных программ. В Painter в этом смысле, видите, инструментарий, это он прям даже выглядит, как там такие кисти, там размывочки, акварельки, уголь, сангина, то есть там реально выбираешь прям по названию вот эти все вещи, выбираешь бумагу, холст, там поверхность, картон текстурированный, и там степень мокрости, краски, и всё это, значит, работа просто как-то ещё называется вживую, и с помощью, естественно, графического планшета. Да, вот типичная, скажем так, рекламная работа, да, и вот здесь уже начинается вот эта история про то, что здесь, конечно же, часть векторная, часть растровая, да, без этого никак не обойтись. Здесь то же самое, с одной стороны, эффекты растровые, конечно, да, связаны с этим стеклом, там, со свечением и так далее, с другой стороны, самоорганизация вот этого пространства, она такая типичная векторная, да, это то же самое, в иллюстраторе сделана такая стилизация под растровый рисунок, и так далее. То есть в данном случае я хотел обратить ваше внимание, да, что ясной границы между растровой и векторной графикой не существует, да, в реальной практике они всегда перемешиваются, да, нельзя, вот, то есть я вам открываю, можно сказать, тайну, да, нельзя ограничиться знанием только одной программы, вам всегда этого будет мало, чем бы вы ни занимались, да, поэтому будьте готовы, если вы хотите полноценно заниматься дизайном, да, должны вы, конечно, изучать и то, и другое. Это первый, но на самом деле ситуация еще сложнее, потому что в каждом направлении есть программы более или менее подходящие, и иллюстратор в этом смысле не панацея, он не единственный векторный программ, да, и фотошоп – это не единственная растровая программа, с которой приходится иметь дело. И вот сейчас уже, переходя ко второму вопросу, мы можем с вами поговорить о различных направлениях. Вот здесь я как раз рассчитываю очень в значительной мере на вашу помощь, потому что, ну, я, так сказать, могу пробежаться, да, по разным каким-то направлениям и рассказать, что для чего может быть нужно, да, но здесь очень многое зависит от вас, от вашего, так сказать, интереса, да, поэтому, пожалуйста, подумайте, не стесняйтесь, если что-то вам будет нужно, спрашивайте и сигнайте. Прежде чем начать вот рассматривать вот эти вот все вопросы, я хотел обратить внимание на один бессмысленный вопрос, который задают начинающие, так сказать, вступающие в эту всю графическую область. Вопрос звучит так. Я собираюсь стать дизайнером. Что мне для этого нужно изучить? Я слышал, значит, и слышал, что есть фотошоп, иллюстратор, и я их собираюсь изучить. Их будет достаточно? Понимаете, опять же, здесь вот сплошное такое вот расстройство. Обычно на занятиях я этого не говорю, потому что я пытаюсь утешить, так сказать, что ну да, все круто, а там уж дальше определитесь. Ну, сейчас, пользуясь тем, что мы с вами, так сказать, свободно об этом говорим, надо сказать честно, что есть огромное количество направлений к дизайну, да, и дизайн в этом смысле, он не исчерпывается рисованием, давайте уже говорить прямо, да, например, человек, который называется веб-дизайнер, да, может быть, вы в курсе, может быть, Александр, например, со мной опять согласится, или кто-нибудь еще, да, мы с вами должны понимать, что это человек, который рисует меньшую часть времени, да, вот, собственно, занимается дизайном. Вот в таком, знаете, традиционном понимании. В большей степени он занимается тем, что он смотрит HTML, он просматривает там оптимизацию страниц, да, он думает о поисковиках, о том, как должна быть страница представлена там в каких поисковых системах, да, и так далее. То есть вещи, которые к рисованию не имеют никакого отношения. И это довольно трагическая, на самом деле, история. Я в свое время преподавал, когда в полиграфическом институте, там было отделение, где готовили дизайнеров-мультимедийщиков. И туда шли очаровать милые девочки, которые, знаете, с детства там любят рисовать, у них там папа художник, рисунок, живопись. Они приходили, говорили, я мечтаю стать дизайнером в самой, так сказать, интересной сфере. И говорят, окей, тогда сейчас мы с вами изучаем основу программирования, на втором году мы с вами изучаем алгоритмы, да, и логику. Они говорят, как, я в математике ноль, я этого не знаю. Они говорят, милые мои, вы хотите заниматься чем, да? И реально, они создавали там базами данных, мне было очень жалко. И я, честно говоря, старался всех себе взять диплом, они мне описали на всякие художественные милые темы, там, разработка стиля, там, и так далее. Но в целом это действительно вот такая ситуация. Поэтому вот, да, надо понимать, что далеко не все исчерпывается, собственно, рисованием. Это с одной стороны, а с другой стороны, и могу отказать себе удовольствие, показать вам такую картинку, которую я показываю на курсе основы дизайна, самую первую картиночку. Вот такая вот картинка. Это, собственно, ну, она не то, чтобы для запоминания прямо, да, я могу вот так, чтобы там не очень хорошо видно, да, эта картинка о том, какие задачи решает дизайн. И обратите внимание, что здесь совсем мало слов, да, дизайн рисует, да, или дизайн делает картинки. То он не черта, извините, подробно, а не картинки делает. Понимаете, картинки – это маленькая часть дизайна. Вот что он делает. Понимаете, он создает функциональную среду, он создает коммуникацию, он создает вообще ощущение взаимодействия между людьми и между, там, и в компьютерах, да, и в сфере услуг, где угодно. Да, абсолютно все проникающие. Это я просто к тому, что двумя программами тут точно дело не ограничится. Понимаете, это я все почему. Ну вот, ну и теперь немножечко говоря уже так вот больше про наши темы, да, собственно, вот о чем можно говорить. Вот он, веб-дизайнер. Мы собрались, допустим, быть веб-дизайнером. Значит, у нас возникает первая задача – это, собственно, создание сайта. Сайты, разумеется, есть дизайнеры, и я честно вам скажу, что я относился к числу. Дизайнеры, которые принимают участие в разработке сайтов. Ну, действительно, я много очень занимался и занимаюсь разработкой фирменного стиля, корпоративного стиля и так далее, айтентики. И, разумеется, когда речь заходит о разработке стиля, говорят, ну, а сайт наш тоже надо как-то, да, там, ребрендинг сделать, обновить. Разумеется, я его рисую, но я ни в коем случае не отношусь к веб-дизайнеру. Я могу все, что я могу в фотошопе нарисовать эскиз, да, плоский эскиз того, как будет выглядеть этот сайт. Имея в виду, что потом придет веб-мастер, да, или уже такой веб-дизайнер более узкий, и на основании моего фотошопного эскиза начнет это все конструировать, да, он начнет делать, собственно, непосредственно сайт. И, как вы понимаете, это делается уже совсем не в фотошопе, это делается в специализированных программах. Ну, самый легкий, в котором, там, Dreamweaver, да, есть такая программа, находится в Adobe пакете, предназначена для создания сайтов. Да, если мы с вами посмотрим на, посмотрим, мастер-колледжи, например, да, вот он, собственно, в частности. Это просто на случай, если кто не знает, да, вот он, замечательная программа Dreamweaver, которая предназначена для того, чтобы, собственно, делать сайтики с нуля, от нуля и до конца. И она здесь, хочу заметить, не единственная программа, которая для этого может быть пригодна, потому что Fireworks к этому имеет отношение, Flash, ну, Flash, ладно, это вообще отдельно еще, совсем интересно, да. Ну, вот, то есть есть специальные программы для создания именно сайта, как такой некоторой интерактивной структуры, интерактивной среды. Да, что же касается рисования, то рисовать их, конечно же, можно во всех доступных и приемлемых средствах. Понятно, что вот эти вот самые эскизы нужно рисовать, и можно рисовать и в Photoshop. Но, опять же, хочу предупредить тех, кто, овладев Photoshop, думает, что эта задача справится. На самом деле, все не так просто, потому что, чтобы нарисовать сайт, да, даже эскиз сайта в Photoshop, надо уже знать достаточно большое количество очень специальной информации. Например, надо знать, что такое ролловера, например. Ну, как вот такая банальная достаточно вещь. Ролловер – это то, что мы с вами видим, когда ходим по сайту, да, и когда мышка, курсор появляется над каким-то элементом, этот элемент вдруг раскрывается. Помните, такое все видели, да, или там меняет свой цвет. Или там кнопочку нажал, там ссылка активная, неактивная, да, или ссылка уже просмотренная, не просмотренная. Это все называется разные состояния. Ну, соответственно, вы, как дизайнер, должны это все в голове продумать, предусмотреть. И в Photoshop в файле в виде слоев у вас должны быть разные состояния для каждого из этих элементов, если уж мы об этом говорим, да. Это надо все предусмотреть, продумать. Соответственно, нужно предусмотреть области, которые будут интерактивны, да, то есть при подведении к которым там что-то будет происходить. Нужно иметь в виду, что когда, пожалуйста, посмотрите, уважаемые вебинарщики, у кого включен микрофон, говорят, какие-то звуки мешают. Пожалуйста, если это будет продолжаться, вы мне скажите, ладно, еще разочек. Я тогда просто всех выключу. Да? Пожалуйста, буквально через минуточку, если мне это не станет тихо, вы мне скажите, я всех просто, у меня есть такая кнопка специальная, мут, ол, просто всех. Я просто демократ в душе и не люблю таких радикальных средств. Пожалуйста, в общем, сообщите, если что-то. Так вот, да, получается, что для того, чтобы делать это полноценно, соответственно, надо очень много специфической информации. Вот даже на том же курсе дизайн-рекламы, который у меня здесь есть, понятно, что много места, времени мы этому делить не можем, но тем не менее я очень стараюсь делать, рассказать хотя бы, на что обращать внимание. Это вот самый такой, ну, как бы поверхностный пласт. Вот это вот бесплатный сайт, который делается на народе. Знаете, есть такие хостинги бесплатные. Ну, и качество у них соответствует. То есть, если делать нормально, это надо делать с помощью специальных программ. И даже, повторю, да, в резюме краткое, для того, чтобы делать дизайн, уже нужны определенные знания и в рамках фотошопа, хотя... Да, но дело веб-дизайне не ограничивается созданием сайтов, потому что нужна еще анимация. Анимация, которая используется как элемент оформления, как вы понимаете, да, на сайтах используются разные там двигающиеся вот такого рода смешные элементики, да, все мы понимаем, о чем идет речь. Вот такого рода какие-то элементики, да, они все шевелятся, все двигаются. Это растровая анимация. Можно использовать все тот же фотошоп. Можно использовать... Потому что фотошоп действительно позволяет работать с анимацией, делать какие-то простейшие вещи. Можно использовать другие программы, потому что Евгений Богомолов с микрофоном балуется. Говорят чаще, если пожалуйста, выключите его. Да, есть специальные программы, да, для создания анимации, для вот этой покадровой растровой анимации. Обращаю ваше внимание, что есть не растровая анимация, а есть анимация, скажем, флэшовая. И тогда уже мы с вами должны быть программой флэш, да, которая у нас здесь есть. Можно его это... Одну секундочку. Техническая. Да. Значит, есть... Вот у нас замечательная программа, например, флэш. И флэш билдер. Это, собственно, программы для создания флэшовой графики. Ну, если кто не в курсе, это программа прежде всего векторной графики. Это как бы векторная, но там много достаточно растровых элементов. И вот, собственно, все, что мы с вами видим на сайтах, ну, не все, но, скажем так, многое, да, это, собственно, работа программы флэш. Очень активно используется в веб-дизайне, в рекламе интернетной, да, и во всех красивых этих вот роликов, которые там крутятся, банят шкет, все очень нужно. Да, поэтому, видите, здесь выясняется, что нужны уже некоторые такие специфические, да, программульки. Программ для анимации много, хочу заметить. Они даже бывают бесплатные, лежат в интернете, но они довольно простые по своей технологии. Баннеры, опять же, все те же самые, уже упомянутые мною, они тоже бывают и анимированные. И вот в данном случае мы с вами видим это растровые баннеры, хотя, опять же, их тоже можно делать на флэше. Вот, собственно, растровая простейшая такая вот анимация, затейливая, да, ее можно действительно повторить, ее даже на одном фотошопе, хотя фотошоп все-таки по мне не очень заточен, и я бы советовал использовать другие кое-какие программы специальные, аниматор, есть прям так и называется программка, растровая аниматор, гиф-аниматор, есть замечательная программа для создания таких вот самых гифов. Ну, это вот кратенько, да, вот буквально по поводу веб-дизайна, по поводу интерьера и архитектуры. Многих очень интересует эта тема. Здесь, конечно, однозначно нужен фотошоп, потому что делать красивую растровую визуализацию нужно в фотошопе. Цветокоррекцию, да, яркий солнечный день, добавлять какие-то элементы, просто создать красивую подачу, это нужно в фотошопе. Плюс к этому нужны специальные программы CAD, так называемые CAD-приложения. CAD-приложения – это, собственно, инженерное проектирование, да, это программы, в которых можно создавать, собственно, вот эти вот интерьеры, в которых есть библиотеки материалов. Самая известная программа для архитектурного проектирования, конечно, это Archicad, да. Ну, собственно, есть такая инженерная, собственно, чистая инженерная программа AutoCAD, и вот ее такая именно архитектурная разновидность Archicad. Но я вас уверяю, что есть специальные программы и для расчета площадей, и для расчета объемов, есть маленькие специализированные программы для расчета, допустим, стоимости материалов и проектирования кухоли, для измерения количества плитки, которые там нужны. То есть это очень-очень специфическая область, я даже не рискую в нее, так сказать, влезать, потому что это все на отдельную область. Но чтобы делать, например, вот такие простейшие привязки, то есть имеется в виду, вот этот фасад, он нарисован. Вот это можно в фотошопе делать вещи, хотя здесь уже не в фотошопе никакой. Ну, понятно, что такое черновойский, но тем не менее это в программе типа 3D Max или Maya, ну, в трехмерной графике был... Кто-то по телефону говорит... Нет проблем, Оксана, окей. Да, все, я уже... Вырубайте всех, Александр, звучит зловеще, но я уже последовал вашему совету и вырубил всех. Ну вот, да, то есть это сделано в какой-то программе трехмерной графики. Еще раз обратить внимание, я не хочу говорить, какой именно, потому что я не знаю, в какой их много. Тот же Архикад и 3D Max, ох, Елена, вы правы, да, демократия – это зло. Ну, я, в общем-то, тактично сказал, что я в душе демократа. В общем-то, конечно, приходится быть достаточно суровым иногда. Жизнь заставят и научат. Ну вот, то есть, в общем, приходится, да, вот в этих трехмерных программах все это делать. Фотошоп надо иметь в виду и надо им владеть как программы, для такой, скажем, полировки, доводки, для создания материалов, для создания текстур, различного рода поверхностей, которые вы будете использовать в своих программах и так далее. Это вот что касается вопроса, связанного с интерьерным, да, с архитектурным проектированием. Вы знаете, 3D Max, сейчас про Lightroom расскажу, вижу вопрос, и второй вопрос, вот, собственно, ваш вопрос уже здесь, да, задают. 3D Max, понимаете, чем он хорош? Он абсолютно универсален. То есть 3D Max можно использовать хоть для анимации, хоть для создания, знаете, всяких красивых пролетов, облетов, хоть для создания эффектов там вечера, да, ну, такой полноценный, вот первая картинка, вот эта вот, собственно, она, скорее всего, здесь у нас сделана на курсе 3D Max. Вот Дмитриев, который заглянул в класс, а тут как раз его, видимо, учащиеся делали. Ну, то есть мощная программа, но, как любой универсальный инструмент, в ней есть много того, что, скажем, человек, который собирается заниматься архитектурным дизайном, просто ни к чему. Да, там есть какие-то спецэффекты, там можно делать какие-то, знаете, салюты, шерсть медведей, там, и все совершенно, там, скажем, походку павлина, как он, видите, у которого хвост там будет качаться. Но зачем стражиться архитектору это все? Да, в этом смысле есть специализированные программы, типа, там, того же Архикада, где огромное количество готовых библиотек материалов, где есть огромное количество встраиваемых функций. Например, вы делаете, там, разводку электропроводки, да, вам надо, там, выбираете инструмент, там, электропроводка, ставите розетки, он сам рассчитывает маршрут, как лучше всего проложить провода. Прелесть же, конечно, да, естественно, какой-то 3D Max этого не сделает. Поэтому я бы посоветовал, если как бы мы стараться минимизировать, да, то можно ограничиться, конечно, этими специализированными Архикадами. Но, если вы хотите такой блестящий результат, вот такое, да, вот как на экране, конечно, надо изучать основу 3D Max, и, конечно, без Photoshop тоже делаем. И вот, собственно, Евгения спрашивает. Занимаясь ландшафтной архитектурой, достаточно пользоваться связкой Автокад, Photoshop, 3D Max. Посоветуете ли вы владеть любой из векторных программ для использования в подаче своих проектов? Ох, Евгения, очень непростой вопрос. Мне лично он очень интересен, я бы с новостью на него только бы отвечал в ближайшие два часа. Да, меня больше всего интересует в данном случае слово «подача», потому что, понимаете, когда мы говорим «подача», мы, согласитесь, говорим уже не об архитектуре, а о, ну, скажем так, графическом дизайне, да, о графическом, о стиле, о шрифтах, да, об оформлительских работах. А в этом смысле мы говорим уже, там, и об иллюстраторе, да, и таких программах, и даже можно об ин-дизайне говорить, если уж так честно, да, если кто знает, что это такое. У меня есть тут припасенный, если кто не знает. Вот, и ин-дизайн – программа для верстки, там, многостраничных изнаний. Если вы хотите сделать, ну, так совсем по большому счету, Евгений, да, вот подачу красивого проекта, там, многостраничного, конечно, надо делать в ин-дизайне с нумерацией страниц, с колон-титулами, чтобы это все было круто и блистательно, да. Так что, видите, этот вопрос действительно очень сложный. Собирали фотоматериалы в Короле, но это неплохой вариант, и я, сам честно сказать, когда-то делал, но я и так делал до тех пор, пока я не узнал возможности ин-дизайна, и пока не появилась надобность делать красивые, вот, по-настоящему изящные шрифтовые работы, да. Корол я очень люблю, потому что это первая векторная программа, с которой я когда-то начинал, но у него есть серьезные проблемы, как и у иллюстратора, ну, у иллюстратора в меньшей степени, связанные с организацией текста. Конечно, там можно делать и перетекающие, да, фреймы текстовые, как, наверное, знаете, и там много всего можно делать, но работает он коряво. Я со стыдом до сих пор вспоминаю свой первый буклет, который я сверстал в Короле, думал, что он все может, и обломался. Он может не все, к сожалению, при всей моей нежной к нему любви. Зато он очень красиво умеет делать штрих-коды, правда, которых больше никто не умеет. Вот Корол не имеет всякие приятные штучки делать. Да, Елена, я про ин-дизайн, конечно, обязательно упомяну. Сейчас мы когда-то идем, вот, ближе к полиграфии, что называется, да, там я о нем скажу немножко подробно. Ну вот, то есть видите, что получается, я вот не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но тут получается, что, в общем, наверное, имеет смысл, я бы так рекомендовал, начинать с более специфичной программы, да, а по мере развития наук, по мере совершенствования и своих задач и расширения, да, изучать, конечно, и дополнительно исходные программы, такие, как и Макс, и ему подобные. Вот, такая вот история. Теперь, значит, то, что касается логотипов, пикта, инфографики, работы со шрифтом. Опять же, хочу обратить внимание, многие дизайнеры спрашивают, я хочу быть дизайнером, заниматься, работать в журнале, или заниматься оформлением книжек, или я хочу заниматься полиграфией, что вы посоветуете мне узнать? И я бы, вот, опять же, ушел от ответа на этот вопрос, потому что заниматься растровыми картинками, скажем, обработкой, да, фотографией, там, в журнале, или заниматься фоторетушью, это одна история, это все дизайнер. А другое дело сидеть в газете, например, или заниматься логотипом. Мы же понимаем, что логотип можно делать только в векторной программе. Если хотите сделать логотип, вот, помните, я вначале вам показал векторные картинки. Вот они, да, вот векторные, и вот векторные, и вот векторные. Это все чисто векторная графика, да. То есть его векторной графике более чем достаточно для того, чтобы заниматься как логотипами, так и, собственно, в большинстве своем пиктограммами. Пиктографика, как мы с вами знаем, это такие всякие вот картинки, которые используются в огромном количестве различных ситуаций. В метро, да, то есть система вот информационная, в метро, в музей, то есть это близко к разработке фирменного стиля, хочу заметить, да. Все вот эти вот маленькие картиночки, да, которыми обозначаются на сайтах там какие-то элементы, это все очень удобно и хорошо делать тоже с помощью того же иллюстратора или корова. То есть я бы вот сейчас уже осторожно так говорил насчет иллюстратора, я бы так сказал, что это векторная графика. В этом смысле в ней заключаются все эти вот возможности. Что касается инфографики, очень такая актуальна сейчас тема, сейчас многое, главное, становится очень популярной, модной, многие ей занимаются, все тоже зависит от, так сказать, того, как ею заниматься. Хороший дизайнер, в принципе, может сделать хорошую инфографику векторными средствами. Ну вот, например, замечательная такая работа, которая вполне может быть сделана, например, в том же короле или иллюстраторе. Мы же сами видим, что вот это все векторные элементы, правда? Это понятно, что это растровый элемент, понятно, что вот эта вот картинка, она здесь тоже растровая вставлена. Ну, то есть, если говорить честно, скорее всего, это собрано все в индизайне, да? Ну, какие-то заготовки были сделаны и там, и сям, да, вот эти вот характерные отравки, там всякие, да, прозрачности. Это все сделано таким вот промежуточным некоторым способом. Да и вот здесь, если посмотреть, да, в сущности, это вроде бы графика такая, естественно, векторная, да, и понятно, что это собрано все в индизайне. Однако же хочу заметить, что возможно, это сделано прям реально в 3D, в каком-нибудь. И здесь просто попутно хочу заметить, что 3D Max все тот же, да, вот он чем хорош? Если уж вы его выучите, то вы хоть в архитектурном дизайне можете использовать, да, хоть в анимации, хоть для, например, полиграфии. То, что я знаю 3D Max, мне помогает, безусловно. Я все время его изучал. Потом просто я понял, что нельзя объять необъятное, поэтому перестал этим заниматься. Но какой-нибудь там шарик, какой-нибудь вот такого рода текстик, да, тенюшку, объемчик я могу сделать. Иногда это бывает очень полезно, потому что это крайне неудобно бывает делать именно все программы, там, в растровом или векторном. Поэтому вот все равно, видите, возникает основа векторная, я бы так сказал, осторожно, да, но бывает, что нужны всякие дополнительные приемчики. Это, конечно, такая чистая векторная, да, тоже оформились, тут они пиктограммки, собственно, сделаны. Вот это вот тоже, на самом деле, все вполне себе такие векторные элементики, да, вот эти все картиночки отрисованы, там есть много всяких приемчиков. Для контраста хочу показать вам картинку, которая, конечно же, сделана с большим количеством растровой графики, да, хотя понятно, что здесь тоже обошлось безвекторные вот эти вот все красиво отрисованные вещи. Да и здесь, кстати, может быть, все это отрисовано, допустим, в векторах, да, а потом еще, ну, понятно, что море было взято, например, на строю, видимо, да. Ну, то есть, видите, все время мы говорим, должны говорить о том, что мы где-то на границе. Вот, а те дизайнеры нерадивые, которые не хотят учиться, они делают вот такую инфографику. Ну, это понятно, что такая вся она довольно дикая, из клепартов, понадерганная, такие векторные, я не знаю, чуть ли не, я не знаю, что в PowerPoint нам сделано. Ну, здесь еще качество дизайна, снова очень низкое. Да, ну, то есть, если себя не утруждать, если ограничиваться только векторами, ну, конечно, может что-то вот такое слепить, но все равно надо быть готовым к тому, чтобы развиваться дальше, да, и двигаться выше. Так что все эти работы, да, они делаются с помощью растровой векторной графики. Для шрифтов существуют отдельные специальные программы. В принципе, отрисовывать шрифты, отрисовывать логотипы, как я уже сказал, можно в векторных программах совершенно спокойно, запросто, их возможности для этого хватает. И даже вот такие вещи, в принципе, можно делать в векторных программах. Однако, если вы собираетесь начать карьеру художника-шрифтовика, или если вы собираетесь делать хотя бы однажды собственный шрифт для цели, например, разрабатывая фирменный стиль, да, разработали люди фирменный шрифт, значит, вам нужны специальные программы. Там есть фонтографер такая программа, да, график фонт, ну и так далее. То есть специальные программы, которые как бы моделируют, создают этот файл. На выходе файл шрифта, который потом уже является защищенным полноценным шрифтом, который можно использовать. То есть не могу не обратить внимание, что каллиграфия это вообще искусство, в принципе, ручное в значительной мере, да, и поэтому здесь полностью не стоит полагаться на программы, как бы они хорошо это все не делали. Я думаю, те, кто занимается графикой, они, я думаю, могут легко достаточно отличить такую ручную каллиграфию, да, которая... Вот, так что здесь вот это вот одна история. Значит, еще одна история, связанная с наружной рекламой. Почему ее я выделяю в отдельный блок? Потому что, с одной стороны, для наружной рекламы, точно так же, как и для прочей рекламы вообще графики, нужны, конечно, навыки работы в фотошопе и враствовав программу. Ну вот, например, да, замечательный штендер. Знаем мы с вами такую чудесную вещь, которая под ногами путается и все в них спотыкается, да. Штендеры, которые на улицах наших стоят, ну, конечно, они используются, например, вот это вот фото, печать, да, сделано широкоформатным принтером, и понятно, что она сделана, исходник, да, вот этот вот нарисован в том же, например, фотошопе, да, ураствер играет в полный мере использован. Вот тоже постер, да, который тоже, естественно, использован на фотографии в этом смысле без фотошопа не обошлось. И вот тоже, чтобы сделать вот такую вот, скажем, штуку на стену дома. Естественно, это все делается в фотошопе, да, собирается из каких-то фоток. Но большая часть работы, тем не менее, делается в векторных программах, да, потому что вот эти все, это все логотипы в сущности. Это просто логотипы, растянутые до очень больших размеров. И я бы обратил ваше внимание, вот здесь уже есть некоторая тонкость. Тонкость, я обратил внимание, такая. Поскольку размеры наружной рекламы большие, то лучше работать с той программой, которая позволяет работать именно с большими макетами, да. Вот кто-то из наших вебинаристов, вот Евгения, думаю, со мной, согласится опять же, да, что у Королла такие возможности есть у иллюстратора статистику проблемы, большая проблема, да. Иллюстратора, к сожалению, программа прекрасная, да, но она не позволяет создавать, ну, в реальном физическом измерении картинки размером больше, там, ну, там, 3 на 3 метра, приблизительно, не знаю, честно говоря, сколько именно, да. Этот самый Королл позволяет создавать картинки в реальном измерении 40 на 40 метров. Поэтому вот если интересует наружная реклама, если интересует широкоформатная печать, если интересует плоттерная резка, а плоттерная резка, это, знаете, вот когда из пленки самоклеящаяся вырезать, это вот то, что на стенах домов, на окнах, на витринах, ну, то, что вот наружная реклама. Если интересует все, что связано с такими большими баннерами, надо изучать Королл обязательно, да. Без Королла специалист по наружной рекламе, ну, тяжело очень придется. Очень много случаев, я люблю эти байки, про то, как люди в иллюстраторе делают макеты с уменьшением 1-10, например, приносят их на плоттерную резку, а коварные плоттерные резчики вырезают это все в реальном масштабе, в масштабе 1-10, выдают человеку такой баннерчик, говорят, ну вот вы же заказывали. Те говорят, ну как же, мы же вам сделали в масштабе 1-10, тебе говорят, ну надо было в поле просто делать, учитесь. Ну вот, то есть, в общем, есть вот такая вот проблема. Так что, и к этому просто, чтобы с этим закончить, добавлю, что многие плоттеры, то есть режущие плоттеры, те, которые с пленки режут, у них в принципе софт, программное обеспечение рассчитан на взаимодействие с Королом, не с каким-нибудь иллюстратором, а именно с Королом. Поэтому... Дело в том, что Автокад и Корол, они используют формат DXS, это формат файла, который, собственно, существует и в Кадовских, и в Автокаде, и он, по-моему, в 3D, в Максе существует, и он в Короле, понимаете, у него проблемы. То есть экспортировать из Королов и в Кад, да, в том числе, легко можно, а вот с иллюстратором уже не так. Все хорошо. Вот. Вот такая вот история. У Корола есть, безусловно, недостатки, но вот это вот очевидная такая вот область, в которой он несколько лидирует, на мой взгляд. Поэтому не слушайте никогда никого, кто говорит, что да ну там все пользуются иллюстратором, да ну там все пользуются Королом. Не то, не то, не правильно. Но это все зависит от конкретных задач. Действительно, в области полиграфии Корол используют гораздо меньше, потому что он с цветом не очень хорошо работает, да, у него есть определенные проблемы. А вот с тем, что я сказал, да, он просто не заменит практически. Печатная продукция. Замечательная, большая, прекрасная тема, в которой есть огромное количество и тонкостей, и подводных камней. Я уже обратил ваше внимание на то, что, если уж говорить совсем честно, в производстве печатной продукции приходится использовать и Растров, и Вектор. Это мы с вами должны понимать. Поэтому часть макета делается в фотошопе, например, вот эти вот смешные, нелепые собачки, да, причем это не лучше далеко макет, это я, знаете, у меня есть же курсы по там дизайн рекламы, да, и я разбираю вот эти вот все макеты, тыкаю в них пальцем, говорю, ну смотрите, как людям не стыдно, да, плохо обтравили собачек, видите, плохо обтравили, подложили под них вот эту вот тень. Ну, это халктурный, на самом деле, макет, да, вот, ну ши, это такое, за травку, ши, за собак, кто метит в воздухе, да, вот с этой тенью. Плохо сделано, на самом деле, неаккуратно. И вообще, использование теней, если уж говорить совсем честно, это признает беспомощность дизайнерской, это вот довольно определенное такое, вот есть профессиональное представление. Лучше бы их не было, лучше бы он придумал, как это сделать так, чтобы без этих тенюшек несчастных, потому что он туда понасажал, в общем, и смотрит все это безобразно, на самом деле. Яркий пример левитации, говорит Елена, и правда, вот я действительно согласен, а вот часы, кстати, не левитируют, между прочим, они объемные, видите, они как бы трехмерные, но не левитируют. Ну, вот это, в общем, беда, прямо скажу. Ну, то есть не то, что уж ужасная беда, но, в общем, бывает и получше дизайнер. Вот, так что, но в данном случае, я говорю о другом, о том, что здесь использованы возможности и векторной графики, и растровой графики, да, а если мы говорим с вами о многостраничных изданиях, вот такого типа, да, это страница, собственно, из одного образа, тоже хочу заметить, это у меня в качестве примера не очень хорошего дизайна, не очень правильного, потому что вот такие вот вещи, да, конечно, когда текст там мешается с графикой, вот такие вот вещи, конечно, недопустимы, да, вот как вот такие вот вещи. Но, опять же, в данном случае я говорю о том, что это все сверстно уже, конечно, не в иллюстраторе, да, и уж тем более не в фотошопе, конечно, да, а это действительно речь идет об индизайне, который позволяет делать вот такую, да, большую многостраничную работу, да, смысл ведь вот в чем, с точки зрения компании Adobe, а компания Adobe, как мы с вами знаем, является, ну, законодателем, да, и стандартов в области полиграфии, чего там говорить, достаточно сказать, что они придумали, собственно, язык по скрипту, да, тот самый язык по скрипту, на котором работают и PDF, который является, формат PDF, который является общепризнанным стандартом, да, для целей полиграфии печати и многие другие очень вещи. Так вот, собственно, компания Adobe предполагает из своих программных продуктов, что фотошоп используется для растровой графики, для растровых картинок, иллюстратор используется, собственно, исходя из названия, да, создание одностраничных маленьких иллюстраций, я знаю, конечно, что в иллюстраторе можно сделать артборды, да, многочисленные, то есть, как бы многостраничность такой, но это довольно неудобная, на самом деле, вещь, вот, кто этим пользовался, это можно использовать как аварийный такой прием. И, опять же, не могу не отметить, что в Короле в этом смысле многстраничность гораздо лучше реализовано, но главное, что имеется в виду, что все именно в индизайне будет собираться, да, как отдельная конечная публикация. Вот он, замечательный индизайн, да, в котором можно создавать любые, там, 64, например, полосы создаем, да, там, разворотами, причем не просто страничками, а разворотами, да, и вот у нас сразу с вами получается, смотрите, какие красоты, хопа-хопа, да, вот оно, наше чудесное издание. На любую полосу идем, вот он наш, да, разворот, на него там расставляем страницы и все делаем, вот они, наши публикации, да. Естественно, ни Photoshop, ни Coral, ни иллюстратор и никто другой с такой задачей не справится. Александр, а что вы имеете в виду под аналогами Quark, Express и PageMaker? Мне приятно общаться с человеком, который знает про Quark и PageMaker. Сегодня немногие знают эти замечательные названия. Александр, если говорить коротко, то да, он лучше, понимаете. В свое время, поясню просто для тех, кто не в курсе, что дизайн это не единственная вообще действительно программа для верстки. Существуют такие программы, которые очень давно существовали, в свое время вот они были довольно популярны в PageMaker. То есть, собственно, раньше дизайна не было, да, был PageMaker, замечательная программа, и была программа Quark Express. И Quark Express – это была программа, которую боготворили все, кто занимается допечатанной подготовкой, все, кто занимался многостраничным изданием. Я все время ее изучал и в ней работал, и было огромное количество плюсов. Но в какой-то момент компания Adobe, что называется, сделала ход конюм и выпустила на рынок вот этот самый свой InDesign. И его огромный плюс заключался, во-первых, в том, что он был, конечно же, абсолютно, так вот, что называется, пластично, да, интегрирован и с Photoshop, и с иллюстратором. Ну, то есть, не надо было уже, да, какую-то другую программу, и, так сказать, здесь совместимость была полная. А во-вторых, он был совершенно другой по архитектуре, по своим возможностям. И он в этом смысле обошел Quark, вот, что называется, на повороте, прямо вот на часе, да. И Quark буквально за год, за год сдал свои позиции. Ну, там еще неправильная маркетинговая политика была, как мне кажется, у Quark, у компании Quark. Они очень сильно затянули, они все хотели сделать такой Quark, знаете, чтобы он стал настоящим конкурентом для InDesign. И тянули, 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 тянули с выпуском, и дальше дизайн очень быстро убежал вперед, и они уже не смогли просто до него дотянуться. То есть современный журнал, газета, книги, например, New York Times в мире верстают в InDesign. Вы знаете, Андрей, вот насчет New York Times, что называется, со средиками стоял, врать не буду, да. Но то, что InDesign является практически общепринятым стандартом для работы, это точно совершенно. Я вам даже более того скажу, что, может быть, вы знаете, компания Adobe, она продвигает еще одну идею, так называемого сертифицированного PDF, рабочий поток на базе сертифицированного PDF. Мы с вами думаем, что, ну, то есть многие, скажем так, думают, что PDF – это просто, знаете, такой удобный формат, который в книжке, чтобы читать, да. А компания Adobe, между прочим, разработала программу Acrobat, не Reader, да, прошу не путать, а именно Acrobat. Программа очень мощная, предназначенная для полноценного редактирования файлов, да, которые создаются. Он будет меня спрашивать, тут много вещей. Ну, давайте мы даже сейчас даже не будем ничего делать, я просто хотел обратить ваше внимание вот на что. Просто, чтобы вы понимали, что Индизайном, даже Индизайном дело не ограничивается. У него, у Индизайна есть куча инструментов, связанных, вот посмотрите, сколько здесь всего. Это все для работы с содержимым, со страницами, есть инструменты редактирования, есть инструменты создания гиперссылок, медиа-контента, да, то есть он абсолютно полноценный, да, такой серьезнейший инструмент. И в нем есть мощнейшие инструменты для печатной подготовки. Вот у меня есть курс, называется «Допечатная подготовка второго уровня» для специалистов, да, полиграфистов. И мы разбираем, как с помощью Acrobat проверяется, да, и готовится к печати многие очень макеты, в том числе и многостраничные. То есть это я просто к тому, да, 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 вот, пожалуйста, Евгения, мой вам пламенный просто привет, вы молодец и герой. Да, да, то есть Acrobat – это абсолютно полноценный инструмент, в котором есть масса способов и проверки, и обработки, и создания вещей. Довольно хитроумный, довольно специфичный, но, тем не менее, очень-очень интересный и очень эффективный. Ну вот, InDesign, Евгения, это круто. Дело в том, что в InDesign есть что, собственно, из замечательных таких вещей. В нем, в NoBerFream тоже есть, конечно, кое-что по допечатной подготовке, да, хотя с Acrobatом это не сравнится. Видите, здесь свой pre-flight есть. Pre-flight – это проверка издания перед допечатной, да, всякими этими возможностями. Но здесь есть еще всякие интересные вопросы, связанные со скриптами, и, кроме того, здесь же есть еще много всяких интересных вещей, вот эти вот штучки. И вот смотрите, обратите внимание, интерактив какой-то здесь есть. А что такое интерактив? Мы же с вами понимаем, да, это верстка, собственно, сайта. В InDesign с некоторых пост стало возможно верстать сайты с нуля, да. В нем можно делать не просто сайты, а можно делать приложения для мобильных устройств, да, он все это поддерживает. То есть, причем он поддерживает вот жесты, вот эти вот, знаете, там, страницы увеличения, уменьшения, там, тап, там, двойной тап. Это все можно в InDesign запрограммировать. И просто, чтобы было понятно, да, окончательно, о чем идет речь, когда вы говорите «save as», просто чтобы вы, да, чтобы вас не было, так сказать, на это, извините, не «save as», а «export». Чтобы у вас не было здесь никаких недопониманий. Из InDesign можно в интерактивный PDF экспортировать, то есть это PDF, который будет открываться на любом компьютере, да, на портативном, в котором можно реально там будет видео проигрываться, звуки, все что угодно. Он поддерживает флеш-плееровский формат, да, SVF. В нем можно сохранять формат e-pub, если вы знаете, это электронные книги, которые, да, для чтения на всяких устройствах. В нем можно сохранять размер ваш тмэйл, то есть это просто уже откровенный сайт можно делать. И вот столько всего в InDesign интересного можно делать, да. Программа огромная, у нее возможности миллион, но она довольно специфичная, понимаете. То есть надо понимать, собственно, саму надобность в этой многостраничной вездке. Обычно дизайнеры начинающие, у них таких задач не стоит. Они делают, ну там, какие-то буклеты, листовки, визитки. Для этого, конечно, InDesign не нужно, то есть пушки по воробьям. Но как только заходит речь, там, не знаю, о четырехполосном буклетике, вот здесь вот, поверьте, сразу возникает, то есть очень советую задуматься об InDesign и о его возможностях. Потому что никто лучше него, вот из этих вот программ, о которых мы с вами говорим, не справится с задачами такого сложного макетирования. Вот, Андрей спрашивает, а где лучше создавать многостраничное интерактивное портфолио для вебмастеров со ссылками и вложенными документами? В Акробате, конечно. То есть нажав на ссылку в PDF открывается локальная страница веб-браузера. Андрей, конечно, в Акробате, потому что в Акробате, мне вот, Андрей, Евгения не даст соврать, там есть, собственно, всякие формы, да, готовые, и которые можно создавать, заполнять. Он поддерживает разноформатные страницы, да, и там можно создавать тоже с подписями, с интерактивами, с открытиями. Это в Акробате все нужно делать совершенно спокойно. Так что это самый будет вам лучший вариант, тем более, что в Акробате можно сделать еще и такую замечательную вещь, можно же это все выложить на сервер, да, и у вас тогда будет портфолио, которое будет лежать на Adobe сервере, которому будет доступ со всего мира. Ну, то есть компания Adobe, в общем, постаралась, Андрей, и там реально можно очень много интересного всего понаделать. Главное, естественно, это будет сразу, как вы понимаете, давать впечатление, представление о вас как о квалифицированном дизайнере, да, это такая, на мой взгляд, тоже очень полезная и важная вещь. Ну вот, такая вот история. Если кратко, у нас, к сожалению, всего полтора часа времени, поговорить и хочется, хочется поговорить и про выборочные лаки, и про красители, и про цветоделение, и про флексографию, которые тоже относятся к печати, просто попутно хочу заметить, да, что для того, чтобы заниматься еще вот этими всякими сложными вещами, да, уже недостаточно, например, фотошопов, иллюстраторов и даже дизайнов, а уже, например, нужны программы для спуска полос, да, полосы – это, собственно, страницы, если мы делаем многостраничные издания, то эти все страницы в типографии должны располагаться определенным образом, да, которые потом, знаете, там складываются, они разрезаются как-то, соответственно, есть специальные программы для спуска полос. Например, одна из, на мой взгляд, самых интересных программ называется «Кодек Препс». Есть такая программа, она изучается на курсе допечатанной подготовки второй уровень. Без моральной подготовки прям даже не советую залезать в это дело, потому что она где-то совершенно головоломная. Вы просто представьте себе задачу, когда вот, ну, скажем, нам нужно сделать восьмиполосный буклетик, да, что такое восьмиполосный буклетик? Это один листочек, сложенный в другой листочек, да, двойной листочек. А вот теперь представьте, что нужно все вот эти два листочка расположить как бы на одном большом листе, так, чтобы можно было сразу один проход напечатать вместе с обратной стороны, да, чтобы потом как-то сложить и обрезать. И вот в голове попробуйте представить, как вот эти вот страницы, да, где-то фигня напротив, какой на обороте, какой должна располагаться. И вот этим занимается программа «Крепс» автоматически. Но вот те, кто занимается спуском полос, у них такое очень специальное сознание, оно вот должно вот эти все вещи как-то довольно ясно представлять. Ну, мы этим там занимаемся, довольно такая вещь серьезная, требующая отдельного рассказа. Дальше. Телевидение и ролики тоже, между прочим, этим занимаются дизайнеры, да. Кто занимается разработкой всяких заставок, телепередач, красивых, дизайнеры, эфира. Кто занимается оформлением студии, студийного пространства, дизайнеры телеэфира, да, дизайнеры программ. Кто занимается разработкой всяких постеров, да, которые, там, всяким роликам, тоже дизайнеры, да. И кто занимается разработкой персонажей и анимацией этих персонажей, тоже дизайнеры, аниматоры. Это все отдельная совершенно история. Я уж не говорю про всякие вот такие вот вещи. Это дизайнер по титрам, да, это, собственно, да, такая вот красивая всякая штука-то. Кто это делает? Заказывает специальному дизайнеру, между прочим, есть конкурсы, да, в профессиональной среде, где присуждают всякие призы на уровне, там, международных киноакадемий, да, за лучшие титры, за лучшее оформление. Это огромная отдельная совершенно работа. И, как вы понимаете, здесь дизайнеры занимаются уже в совсем других программах, правда? Помимо фотошопа, помимо программ векторной графики, которые уже как само собой, разумеется, здесь должны быть, да, потому что создавать какие-то красивые эффекты нужны в них. Здесь нужны и программы, если мы занимаемся строительством павильона, и программы для, собственно, всякие кадровские, как тот же 3D-мак, чтобы выстроить реальный павильон. И здесь, естественно, нужны программы видеомонтажа, такие как Adobe Premiere, да, и здесь нужны всякие программы для создания спецэффектов, такие как Adobe After Effects, в частности. Это не единственная, подчеркиваю, программа Premiere, это не единственная программа монтажа, потому что есть Final Cut, есть много всего на свете. After Effects – это не единственная программа для создания видеоэффекта, ну, просто как примеры, да, того, что живется под рукой. Это отдельная совершенно история. Для анимации, собственно, да, естественно, нужны еще дополнительные специальные программы, в которые вводятся рисунки, в которых вводятся, собственно, эти вот персонажи, которые их позволяют создавать и делать. И далеко, опять же, не все делается с помощью того же 3D-макса, потому что эстетика рисунков, она же бывает его, собственно, круто рисованной, да. И сейчас уже, слава богу, этот процесс достаточно автоматизирован, и существует много программ, которые позволяют делать такую псевдо-двухмерную, псевдо-рисованную анимацию. Это совершенно отдельная история. Есть такое направление, которое называется фотодизайн. Фотодизайн – это, собственно, когда человек берет за основу фотографию и на ее основе делает какую-то дальнейшую обработку, что используется и в рекламе, ну, как правило, в рекламе, да. И это используется, естественно, для работы фотографов, да. Может быть, знаете, есть такой замечательный фотограф Сахаров, Андрей, да, очень делает красивые вещи. И там он в студии очень здорово снимает, и плюс к этому еще очень красивые обработки фотографий. Может быть, вы вспомните, когда-нибудь видели фотографии, где такие девушки, они как бы у них платья из молока, из воды такие, прям, что-то капли, да. То есть их реально снимали, а потом это все невероятно тщательно еще обрабатывалось в нашу, да. И это тоже, естественно, все работа в фотошопе, конечно же, да. Здесь прежде всего фотошоп, но здесь уже, правда, надо говорить о том, что нельзя ограничиваться работой в программе, правда. Здесь уже нужно быть художником, просто очень важно. И чтобы вот эти все вещи делать, да, конечно, это надо быть уже таким, ну, креативным, что называется, человеком, а, соответственно, вот это известно очень, я думаю, видели рекламу, да, переезд. Это же тоже все фотошоп, это же тоже все дорисовка, это все работа вручную. Поэтому тут уже нужно заниматься такими вот специальными вещами. И вот был вопрос выше, я помню, дескать, зачем нужен Lightroom? Ну, тут тот, кто спрашивал про Lightroom, так. Я вот как раз сейчас, мы к нему подошли, и про него я могу сказать. Lightroom – это замечательная профессиональная программа, предназначенная для обработки и коррекции фотографий. И она, собственно, является менеджером таким вот для управления, да, большими массивами фотографий. И она является инструментом для их массовой коллективной обработки. То есть я бы так сказал, что, Вера, добрый вечер. Я бы так сказал, что фотошоп – это программа для индивидуальной, такой более тщательной и более индивидуальной обработки каждого изображения вручную, хотя там есть некоторые операции автоматизации. А Lightroom – это программа, где как раз наоборот можно сразу загрузить, там 500 фотографий, 200 из них выбрать, 30 отложить в одну сторону, 100 в другую, 140 – там применить какой-то один эффект, там 150 – другой эффект, да, там сразу поставить свой логотип, быстро закрыть и убрать, с глаз домой. И чуть-чуть что-то где-то вручную дополнительно обработать. Так что для тех, кто работает с фото, с больших количеств, да, и собирается работать в Lightroom, очень полезно, да. Вот такая вот программка. Андрей, да, вижу ваш вопрос. Сейчас мы до него тоже дойдем. Просто я хотел закончить вот с теми вещами, про которые я вам рассказывал. Ну, и просто тоже такой несколько раз у меня возникал вопрос, что нужно знать, чтобы заниматься фэшн-дизайном, да, ну, то есть дизайном одежды. Это вообще совсем отдельная область. И понятно, что, опять же, как вы уже, наверное, поняли, если хочется делать красивую, так сказать, визуализацию, что называется, да, есть, собственно, Photoshop, чтобы красиво подавать какие-то эффекты, которым можно что-то красиво нарисовать. Есть программы, которые работают, например, можно взять человечка, очень классная эта тема. Берем, например, программу Poser, есть такая программа, в которой, ну, фактически у вас куклу загружается. Можно загрузить любую куклу по пропорциям, по фигуре, и ее прямо вот вращать в пространстве, ее раскрывать, то есть на ней прямо рисовать там одежды, там, чего угодно делать, да, можно и разные позы задавать, там, очень классная программа. И все это потом было сохранять в растровом виде очень удобно. Но помимо этого, есть еще, конечно, огромное количество очень специального софта, вот такого типа, да, который нужен там для разработки всяких выкроек, вышивок, да, там, и прочей тонкой такой вот работы с материалами. Вот такого есть программа. Вот это вот предыдущая, она называется, вот такой у нее Tablet Weaving, у меня такое вот, собственно, по-моему, название, можете прямо списать. Ну, это она из многих, на самом деле, если вы ведете, скажем, там, программы для расчета вязки, да, или для расчета, там, текстуры рисунка вязки, я уверен, что вам много таких достаточно найдется ссылок. Но главное просто понимать, что это действительно отдельная, очень специальная программа. Хотя я в свое время для этих целей умудрялся использовать Photoshop. У меня была одна знакомая, которая занималась вышивкой художественной, крестиком, и ей нужно было фотографии переводить вот в вид такой удобный для работы с вот этими вышивками. Я и в Photoshop это делал. Хотя, понятно, профессиональный инструмент гораздо лучше. Смотрите, какие замечательные, да, вот программы, которые там можно туда загружать в библиотеке. Ну, в общем, они довольно старые, на самом деле, они обновляются постоянно, есть даже бесплатные. Вот, например, еще одна программа, да, это профессиональная такая текстильная программа, в которой можно задавать выкройки, раскроет, там, формировать, на выходе она выдает абсолютно. Ну, вы, собственно, можете судить об этом количестве вот этого инструментария, да, который здесь есть. Из-за пуговки, может там шивать какие-то различные элементы. Очень интересно, если этим вот так вот заниматься, что называется, всерьез. Опти-текс. Так что это тоже отдельная история. Вот, ну и просто, чтобы завершить, да, вот этот разговор, то есть не завершить, а создать понимание, что это, в общем, бесконечная абсолютно история, да. Просто вот на вскидку, что называется, несколько картинок, которые были сделаны в разных программах, просто обращаем внимание, что все время, главное, приходится все использовать вместе, да. Потому что вот это, например, презентация. Ну, понятно, что презентация делается вроде как в PowerPoint, да, однако вот это конкретно сделано в Photoshop, понятное дело, потому что PowerPoint такого не позволит, да. Вот это простейший такой макет календаря, который верстался в иллюстраторе пополосно, однако, естественно, использовались возможности и Photoshop, а в свою очередь для Photoshop, для получения вот этого, видите, там, если присмотреться, такая сеточка красивая, использовались наоборот возможности иллюстратора. То есть в иллюстраторе делался рисунок сетчатый, да, который потом экспортировался в Photoshop, в Photoshop и накладывался на растовое изображение, потом все это опять запихивалось в иллюстратор. Вообще, честно вам скажу, что у меня есть такой план, и я надеюсь, буквально, наверное, в декабре, в январе я очень хочу запустить новый курс, который будет называться как-то типа, там, интегрированная мультипрограммная работа. То есть имею в виду, что именно вот это обстоятельство, что дизайнеру недостаточно знать Photoshop, недостаточно знать иллюстратора, там, дизайнера, надо уметь их возможности все время смешивать. Вот я хотел сделать такой авторский курс небольшой по смешению возможностей программ, что можно из чего добавить, чтобы получалось то или иное, да. Ну, это тоже вот в векторной программе сделана так называемая визуализация, да, то есть когда надо показывать, что как там будет расположено, можно использовать возможности векторных программ. То же самое, да, упаковка, естественно, она сделана в иллюстраторе и с возможностями Photoshop, какие-то эффекты вот здесь вот сделаны в Corel, опять же, вот очень полезно знать и Corel иллюстратор, потому что это все можно интегрировать. Вот это вот тоже из архитектурной программы с добавлением возможностей иллюстратора, эскиза. Это, конечно же, Photoshop с 3D программой моделирования. И вот это все сделано специальной кадровской программе, тоже с расчетом всех форм. Ну и так далее. То есть, в общем, я надеюсь, я вас убедил, что программ нужно знать много, а чем главное дальше, тем больше. Значит, у меня есть парочка вопросов, на которые я еще не доотвечал. Значит, пару слов, для чего нужны такие программы, как Bridge, Flash Builder, Speedgrade, Scout, Prelude, Uncopy, Charter Animator. Это все адобовское. Да, это все адобовское. Не могу сказать, что я этим всем пользуюсь. И мне лестно, что вы думаете, что я могу про все рассказать. Ну, про кое-что я вам рассказать могу, действительно. Значит, Adobe Bridge. Bridge – это, собственно, программа для просмотра, для управления графическими и другими файлами. Ну, то есть, это, собственно, viewer, смотрелка. Если так говорить совсем коротко, хотя наш замечательный преподаватель Кирилл Морозов не одобрил вот такое мое высказывание, потому что Кирилл Морозов, он такой фанат Bridge. И он, когда при нем говорят, что, ну, Bridge – это так, смотрелка, он говорит, да ты что, в нем такое можно делать. Поэтому здесь Кирилл меня не услышит. Нет, ну, там действительно можно многое делать, но, в общем, большинство людей использует он, ну, в моем представлении, как хорошую, безусловно, очень продвинутую смотрелку с возможностью сортировки, с возможностью там задания ключевых слов для поиска и так далее, и так далее. Очень много там интересного, действительно, можно сделать. Вот, Flash Builder – это программа, которая делает, ну, собственно, используется как инструмент для Flash сайтов и интерактивных приложений. То есть, в ней можно делать Flash программы. Flash – это же ведь не только картинки, да, но это еще и возможность создания вполне профессиональных графических игр, всякого рода, и программ, да. SpeedGrade – это программа для цветокоррекции профессиональной, она работает в комплекте с Premiere, с After Effects из этой истории. То же самое можно сказать и про программу Prelude. Prelude – это программа для предварительной работы с видеоматериалом, такая очень занятная. Scout, если не ошибаюсь, это программа для создания презентации и всякого рода визуализации. Боюсь собрать, что может быть не так. Cherector Animator – это программа, собственно, которая является тоже вспомогательной, и с помощью которой можно персонажей по такой плоскостной анимации имитировать, достаточно убедительно использовать как элемент при создании мультиков. InCopy не пользовался. SpeedGrade, Елена, да, SpeedGrade – это для видео, для фото, вообще для цветокоррекции, для профессиональной цветокоррекции. Там очень много всяких настроек, там шаблоны. И SpeedGrade используется на больших профессиональных студиях для того, чтобы улучшать цвет, приводить много различных фрагментов к одному стилю обработки. Но могу заметить, что в самом премьере встроено довольно большое количество инструментов, цветокоррекции, специалисты, так сказать, спорят, кто говорит, что надо использовать SpeedGrade, кто говорит, что самого премьера достаточно для того, чтобы хорошо все делать. SketchUp, Вер, слышал очень хорошие отзывы, слышал о нем много интересного, показывали работу, довольно любопытный. Сам в нем не работал, но по мнению тех людей, которые о нем говорили, ну, собственно, ничего неожиданного. Они говорят, что программка хорошая, если хорошо знать, такая занятная, как говорят, любопытная. Но возможности иллюстратора, например, они больше, просто шире, многообразнее. То есть все зависит от того, чего хочется. Да, у меня есть одна девушка, художник-иллюстратор, дизайнер-иллюстратор, которая SketchUp, вот, собственно, она мне показывала в основном. Делает очень милые, очень красивые, такие стильные работы. Просто, ну, вот в том-то все и дело, понимаете? Я говорю, что как раз все зависит от того, что хотеть. Да, конечно, он проще, SketchUp, очевидно. Но, опять же, если хочется такой всеобъемности, да, и такой более изощренности, скажи, опять же, нашему Дмитрию Эпплу, что классно работать в SketchUp вместо 3D Max. Да, и он расстроится, потому что он пойдет сыпать вот этими всеми огромным, бесконечным количеством настроек 3D Max. А как же V-Ray, а как же там, да, там, виртуальные миры, а как же то да сё. Ну, в общем, там есть, да, вот эта простота, она имеет, конечно, свои достоинства, да, но есть свои недостаточки, вполне понятные. Вот, друзья, если так вот кратенько, да, то вот такая вот в целом получается история. Если какие-то вопросы еще остались, мы с вами можем обсудить. Разумеется, я вас зову и с удовольствием приглашаю на все курсы, которые веду я, или все наши специалисты и по графике, и по основам дизайна, да, и по дизайну рекламы, и по всем мыслям формам дизайна, которые только бывают. Вот, у нас курсы новые постоянно запускаются, сейчас появилась, как вы, наверное, знаете, у нас новая форма обучения, вот эти вот дипломные программы появились, да, то есть сейчас презентовали еще одну форму обучения. То есть, в общем, я за то, чтобы... А у вас можно, например, конкретная работа? Прямо по рассмотрению... Да, у вас выгодно, как бы, в чем вы делаете, в таких программах... А у вас на флешке или там на компе? На компе, давайте мы сейчас закончим, просто посмотрим, потому что, чтобы те, кто... На здоровье Александра, на здоровье Оксана, я рад, что у вас появилось это вот понимание. Ну, собственно, ради этого я, собственно, и старался. Понятно, что этот маленький пинокл для простого видеомонтажа такого, знаете, ну, домашнего, скажем так. Его любят изучать мамаши, у которых дети ходят там в школу, и которые любят снимать их спектакль театральный такой вот типа. Ну, я утрирую, может быть, немножко, но, в общем, он такой несложный видеомонтаж. Конечно, программ много, но, да, Оксана, вы правы абсолютно, что глаза боятся, руки делают, для того они и существуют, чтобы можно было, да, выбрать то, что именно вам будет полезно. На здоровье, дорогие и уважаемые участники, всегда рад вас видеть, слышать. Если что, у меня же есть мой имейл, да, корпоративный, всегда мой в учебном отделе узнать. Я всегда рад помочь, обсудить, да, посоветовать. Всего вам хорошего, всяческих благ, успехов творческих и технических, и новых знаний. Спасибо. 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 Спасибо.